Неэффективное использование бюджетных средств на сумму 2,8 миллиарда тенге выявила ревизионная комиссия за прошлый год. При этом еще проверка показала также, что расходы на миллиард тенге были неэффективно распланированы. По областному бюджету проведено 7 аудиторских мероприятий. В рамках данных государственных аудитов проверено 46 объектов. Неэффективное использование бюджетных средств активов государства по областному бюджету установлено на сумму 157 миллионов тенге. Неэффективное планирование в сумме 456,7 миллиона. Большая часть установленного неэффективно распланированного бюджета пришлась на управление строительства, архитектуры и градостроительства. Это почти 355 миллионов тенге. В комиссии также отметили, что в областном бюджете не освоено 18 миллионов тенге. Половина от этой суммы приходится на управление образованием. Главной причиной Дмитрий Костюков считает невыполнение договорных обязательств одной из сторон. Хотим обратить ваше внимание на имеющуюся тенденцию выделения средств на реализацию отдельных проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов без учета их бюджетной обеспеченности на перспективу. В результате ревизионной комиссии практически по всем районам и городам, в которых проводились аудиторские мероприятия, фиксируется истечение сроков ПСД по отдельным проектам. Реализация некоторых проектов затягивается, приводя к их удорожанию. Стоит отметить, что пока вернуть в бюджет удалось только 50 миллионов тенге из требуемых 164 миллионов. По словам Дмитрия Костюкова, одна из проблем – это сложности привлечения должностных лиц к ответственности. Если в 2017 году к административной ответственности привлекли 15 лиц и сумма штрафа составила 2 миллиона тенге, то сейчас 5 человек и штраф составил 414 тысяч тенге. Как показывает практика, внесенные предписания о рассмотрении ответственности должностных лиц, не обеспечивших соблюдение требований бюджетного и нового законодательства, зачастую не результативны в силу их формального исполнения объектами аудита. Виновные лица зачастую не привлекаются к ответственности в связи с их увольнением, в отдельных случаях привлекаются к ответственности рядовые сотрудники, и тем самым уходят от ответственности непосредственные руководители, принимавшие решения. Поэтому счетным комитетом были инициированы изменения в действующее законодательство. В частности, это касается введения обязательной ответственности должностных лиц за финансовые нарушения в зависимости от суммы нарушений, а также за неэффективное планирование и использование бюджетных средств и активов государства. Эти предложения были рассмотрены в мажелисе парламента месяц назад, и в ближайшее время ожидается, что эти нормы внесут в административный кодекс.